Для заточки нам понадобится точила, кстати, можно и без точила обойтись, у кого не точила расстраиваться не стоит, можно это все сделать на том же наждачном камне, наждачных брусках, вручную, просто потребуется больше времени. Вот выбрал три стамески, вот такая вот прямая плоская стамеска и две прямые полукруглые, их сейчас и покажу, как я их буду затачивать. Для начала нужно, естественно, определиться, для чего мы делаем заточку данных стамесок, то есть по каким породам древесины мы планируем данными стамесками работать. Если для мягких пород стамески данные будут предназначены, то угол заточки нужно делать 15-20 градусов, а если по твердым породам, то, соответственно, угол уже более тупой, то есть делаем в пределах 20-30 градусов. Кстати, для новичков, кто на глаз угол определить не может, я рекомендую купить вот такую вот полезную, так сказать, приспособу, угломер. Она стоит недорого, но я ее брал вот за 280 рублей в магазине Татьянка. Итак, с углом заточки определились, а теперь мы решаем, какая нам стамеска нужна. Вот, допустим, плоская стамеска, можно ее оставить как прямой, как она есть, а можно ее сделать косой. Опять-таки, косая может быть правосторонняя, левосторонняя, тут уже как кому нужно. Ну и, разумеется, первоначально готовим баночку с водой и почаще макаем стамеску в воду, чтобы не допускать перекала и появления побежалости на металле. Кстати, торцую стамески я всегда на боковой поверхности камня, так получается ровнее. То есть, ставлю вот в этом месте, к боку, ну, либо можно с этой стороны, неважно, вот так прислоняю, получается вот такой вот ровный торец под 90 градусов. Далее, после того, как торцанули стамеску, начинаем снимать первичную фаску, я это делаю на глаз, выставляю угол, как мне нужно, на опорный столик, на опорную площадку опираю и вот такими движениями из стороны в сторону произвожу снятие первичной фаски. Если эта стамеска плоская, если стамеска полукруглая, то, соответственно, опять-таки, стороны в сторону и при этом еще делаю дополнительные вот такие вращательные движения вокруг своей оси. Далее. Заточку нужно производить до того момента, пока на стамеске не сформируется вот такой вот заусенец. Вот видно на конце вот такая вот бахромка, тонкий слой металла. Вот до появления вот такого вот заусенца мы должны затачивать нашу стамеску. Дальше уже будет другой процесс, процесс снятия заусенца, но уже не на точильном станке, а соответственно вручную, как это делается я покажу. Ну и такой небольшой совет, как определить в какой момент нам нужно макать стамеску в баночку с водой, чтобы ее не перекалить, чтобы не пошла побежалась. Я обычно обмакиваю и слежу вот за этой вот капелькой на поверхности. Капелька, как только она испаряется, я заново обмакиваю в баночку с водой. Ну и самое важное, на что нужно обращать внимание, это на возможное появление побежалости. Если металл перегрели, не успели вовремя макнуть в баночку с водой, то могут образовываться такие сине-фиолетовые участки, это называется побежалость. Вот этого допускать нельзя. Если вдруг побежалость пошла, такой металл нужно срезать целиком, все участки с побежалостью, иначе такой инструмент долго за точку держать не будет. Я обычно заново в таких случаях торцую и произвожу снятие первичной фаски с нуля. Вот специально подпалил стамеску, чтобы показать для начинающих, что такое побежалость. Вот видно, что стамеска поджаренная. Вот такие вот потемневшие подпаленные участки, это и называется побежалость. Можно не срезать вот этот поврежденный участок, а просто стамеску заново закалить. Но это как вариант. Если же закалка производиться не планируется, то вот этот участок поврежденный нужно срезать. Итак, пока заточил я вот три стамески, две полукруглые прямые и одну плоскую прямую стамеску. Снял на них первичную фаску, соответственно, заточил до образования заусенца. Теперь станок нам уже не нужен. Дальше будем процесс продолжать вручную. Станок убираем. Следующее, что мы должны сделать, это снять на наших стамесках образовавшиеся заусенцы. Можно пользоваться многими способами, но делается это вручную. Я обычно использую либо вот такие вот доводочные бруски. Они есть разные. Вот этот брусок, допустим, у меня идет с зернистостью. Одна сторона 120 грит, а другая сторона 320 грит. Бруски есть разные, можно использовать их. Также, как вариант, которым я пользуюсь даже чаще, чем с вот этими брусками, это вот такие вот доводочные панели. Есть у меня вот такие вот специально сделал стеклышки. Толстое стекло. Края у него вот так вот завальцованы, чтобы они не резались и были безопасные. То есть, вот видите, я вожу, ничего не режется. Все приятно в работе и травма безопасна. На вот эти вот стеклышки я наклеил обычную бумагу шлифовальную. Вот автомобильная шлифовальная шкурка, мерка, 2500 грит. Здесь 1000 грит, 600 грит. Ну и вот это идет 320 грит. И, соответственно, переходя от более крупной к более мелкой, мы постепенно снимаем заусенцы. Почему я взял за основу стекло? Потому что стекло изначально ровное, оно кривое быть не может. С какой шкурки начинать? Я обычно начинаю с 320. Кто-то начинает даже с 600. Ну, кому как нравится. Движение проводим в обратном направлении. Ни в коем случае не по линии реза. И обязательно на вылет. То есть, от начала до конца и на вылет. Обязательно следим за отслоением заусенца. Потому что можно прозевать, заработаться. Заусенец уже сойдет. Мы не заметим, что он оторвался. И будем дальше делать подшлифовку. И сформируем новый заусенец на мягком металле. Вот на таком металле СРЦ и на 320 зерне сделать новый заусенец проще паренной репки. Многие на доводочных брусках макают стамеску в воду. Но тут, опять-таки, дошлифовать до появления побежалости на бруске практически нереально. Просто макают в воду, потому что уже, когда пальцем держишь, неудобно держать. Стамеска нагревается и палец начинает поджариваться. Очень важно, чтобы заусенец шел самостоятельно. Ни в коем случае нельзя его обламывать. Он должен сам отойти естественным путем. А то многие вот так вот берут, пальцем обломили, думают, что все отлично. Нет, ребята, заусенец должен сойти сам. Для полупровых стамесок удобно использовать вот такие вот профильные бруски. Здесь выбраны у меня профиля под разные стамески. Вот такой есть брусок, вот такой брусок. Соответственно, накладываю на него ту же самую автомобильную шкурку. Вот я беру шкурку 1200 или 600. Какая нужна, накладываю вот таким вот образом. Она повторяет выбранный профиль. И, соответственно, мне уже не нужно будет вращать стамеску вокруг своей оси, потому что при движении профиль точно повторяет профиль моей стамески. И вот этот вот заусенец равномерно снимается по всей плоскости вот этого вот полукруга. Я на профильный брусок шкурку не наклею. Я просто ложу ее в нужный мне профиль. Вот таким образом. С одной стороны пальцем придерживаю и прислоняю стамеску. Также снимаю заусенец. Шкурку клеить не обязательно. Ну и, наконец, после того, как заусенец сошел, я стамески довожу уже на пасти горе. Такие же у меня бруски профилированные. Это для плоских стамесок и для резцов нож-косяк, топорик я здесь вправлю. И вот такой вот профилированный брусок у меня есть для полукруглых стамесок. Собственно говоря, обычный брусок из массива кедра. Наклеен на него кожаный ремень ворсом кверху и нанесена паста горе. Пасту горе я использую номер третий и потом перехожу на номер первый. На данных кусках с кожаным ремнем и пастой горе мы производим доводку, правку нашего инструмента до бритвенной остроты. Одним словом, заполировываем получившуюся фаску до зеркального блеска. Вот, собственно говоря, весь такой нехитрый процесс заточки инструмента. Собственно говоря, нужно просто для начинающих, нужно просто брать и пробовать. Лучше один раз попробовать, чем 10 раз увидеть и услышать. Я в свое время посмотрел 1-2 ролика на эту тему и начал пробовать. Пару стамесок испортил, но, как говорится, постепенно навык приходит. Ничего страшного в этом нет. Можно взять, купить копеечные вот такие вот стамески на базаре, которые стоят совсем ничего, и на них попробовать заточку. Хотя, справедливость ради, скажу, что такой инструмент затачивать намного сложнее, чем инструмент качественный, потому что здесь металл-срец, и, соответственно, заточка очень сложный процесс. Металл мнется, с него, как только начинается ходить заусенец, тут же образуется новый заусенец, важно не пропустить вот этот момент. Ну и сам металл-срец удовольствие не доставляет не только в работе, но и в заточке тоже. Лучше их закалить, а потом после закалки еще при необходимости дополнительно подточить, подправить, и будет вполне пригодный для работы инструмент. Но процесс закалки я покажу уже в следующем видео. Всем пока, до новых встреч!